всем привет друзья 29 ноября и катя у меня спрашивают зеленушки собирать ну конечно же собирать катюша ведь другого пока ничего нету максим очка ты видишь бугорочки те увидит папа да а ну-ка что здесь это те которые я в прошлом видео не хотел бы у меня наругали и даже матушка сказала что ты их не брал беру берем все ручки вы их также называете мышата и мы их будем называть мышата а тут вот рядышком зеленушка они часто соседствуют молодец берем все съедобные грибочки надеюсь сегодня еще мы найдем вот семенушечку это синушечка гиграфор поздний надеюсь найдем и будем очень рады этой находке я вот только недавно стал знакомиться с этим прекрасным грибочком дайте я соберу свои богом мне данные он спрятались у меня вы ничего не заберете так ладно мы находимся в днепропетровской области между поселком черкасске и гвардейский а вот прекрасный пример почему называются эти грибы вышла то смотрите какие не серенькие действительно как мышка мышоночек это максим называется мышата видишь они серенькие какие как зеленушки только серенькие понял погода у нас сейчас замечательная 7 градусов тепла как раз для таких грибочков самое оно как говорится вот еще мышата эти грибочки действительно чище чем зеленушки свободные от песка серые рядовочки конечно же корзине не идеально чисто но вы уж не обессудьте друзья мои одной рукой собираю другой рукой снимаю дома конечно мы все чистим каждый грибочек индивидуальный подход к нему в прошлый раз собранные грибы я лично засолил катюша помогла в обработке ну как помогла обработала сама каждый грибочек сначала мы их бросили в горячую воду они там платки соли ну не знаю может быть минут 20 от горячей воды они стали более упругими такими гибкими не такими хрупкими стали построю воды пластинками кверху все вымывалась шляпка скоблилась и ножичками зубной щеточкой все делалось чтобы избавиться от песчинок ну если вдруг какая попадется на зуб что ничего страшного вот пока я с вами здесь вел беседу мы зашли в такой старый сосновый лес и здесь перестали мне попадаться грибы хотя друзья здесь мы не встретился вот такой прекрасный правда маленький палечок смотрите в старом лесу в старом сосняке вот этот палечочек нужно внимательно смотреть на грибах если они подмерзли а потом стало теплее может появиться плесень это грибки которые растут на грибах называются микрофильные паразиты это паразиты гриболюбы и зачастую они для человека могут стать губительны они еще не до конца изучены вчера я в эту тему погружался так что если вы видите что на грибе есть плесень даже если это пятнышко не берите его потому как снаружи это может быть пятнышко а внутри он может быть уже весь поражен не рискуйте только посмотрите как у меня встретился экземпляр боже насколько же он красив вы только посмотрите на можем это просто шедеврально я так хотела поляков найти это и он вообще смотрите какой крутой свеженький волги класс и вот зайдя в такую местность где уже сосны старые очередуются с молодыми совсем маленькими мы видим бугорочки это зеленушечка сейчас я ради эксперимента пойду к тем старым соснам а рядом с ними рост такой вот полячок но полячок к сожалению уже с признаками как я уже говорил плесени мы его здесь оставим вот еще один шляхтич рядышком его очень плохо видно было но мы его заметили этот хорош фоксимчик смотри какую рядовочку я здесь нашел это съедобная рядовочка вот этот вот сказочно красивый гриб рядовка фиолетовая условно съедобный гриб его перед употреблением следует отварить перед дальнейшим в дальнейшей обработкой тебе нравится цвет то есть не нравится а чего он тебя пугает да мне наоборот завораживает и ты такую же нашел покажи точно ну это тоже хорошая такая же раз уж она старенькая это уже с постарел побежал показывать маме эту красоту вот еще одна представительница посмотрите какие краски а какая она красивая такую позднюю осеннюю пору мы находим столько съедобных грибов до максим чик и красивых вот сынушечка белюшечка серушечка зеленушечка ты видишь фиолетов ушечка сколько красок да мы впервые собираем такие грибы кроме благородных раньше мы ничего не собирали но мир грибов поистине богат их можно на мое удивление собирать почти круглый год и всегда есть что-нибудь вкусненькое в лесу встречалась нам целое семейство таких крупных грибов интересно что это я думаю что это это маслята просто этот масленочек уже старенький и черви моего здесь оставил они уже они уже подставят под староватые такие ну ничего здесь вот червивый у меня вот этот вот один червивый тут 12 нормальных возьмем их на засолочку а смотри как чуть-чуть под морожененький он был странно потому как уже через пару дней зима что я нашла такое ощущение вот это маслячки о точно так они уже того вот этот вроде бы ничего решили провести семью и время с двойной пользой каждый день в первом классе задают учить стихи это настоящее испытание для нашей нервной системы так вот мы пока по лесу ходим решили еще и стишок подучить до максим очка ухты какой буру чищик ничего себе мощный такой снимаю охренеть офигеть это просто бомба мечтал еще больше смотри максим смотри чистейший вот это да ё-моё давай дальше искать я не знаю катя но я тебя не зря надрессировал не зря я тебя надрессировал итальянцы ходят за грибой за грибами со свиньями а я с катюшкой друзья я нашел не хуже чем у тебя катюша похоже здесь кто-то развил вот эти рядовки коричневые а рядом вылез по моему беляшик ну-ка 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 беляшик ли это по всей вероятности это он дрожат рученьки хорошо чтобы все может быть а беляшик смотри через пару дней зима друзья как это как это так а беляши ну да у тебя покрасивше не могу этого не признать а ну я вот да вот здесь по бровке еще решил пройтись теперь и моя корзинушка украшена беляшиком на максимушка ты рад за папу шо катюшка очередной бугорочек знаешь тут много рядовок коричневых да чё там не повезет нам всегда должно вести вот кстати полно коричневых рядовок но вот после последней грибалочки вот я начал изучать этот вопрос именно по этим грибочкам и мне очень не понравилось что у них есть двойник называется рядовка пятнистая по моему выглядит почти так же только черные крапинки а как по мне так я их везде вижу эти черные крапинки она не смертельно ядовитая но неприятности в виде жидкого стула и тошноты принести может поэтому я воздержусь от сбора коричневых рядовочек а вот и наш долгожданный гиграфор вот он гиграфор ушка вот еще маленький гиграфор поздний или сластена мне кажется что это пиляш это же он и есть смотри ой класс молоденький молоденький да красивенький нет шляпка виднелась посмотрите какой красивый зеленушный гриб прям вонку это уже взрослый сформировавшийся здесь вообще такое местечко класс максим даже решил на попе присесть я просто в шоке даже руки трусят господи да как так может быть ребятки ну-ка как так-то масик смотри дима смотри а вот мама шла и нашла да да какие зеленушечки бери мама раз ты нашла то ты бери зеленые грибочки в зеленая ведерочка а белый грибочек белую корзину он дальше какая старая сосна так и хочется пойти под нее по заглядывать а ты стишок рассказал грибам а ну расскажи как ты рассказал потом расскажешь мама он шла песню пела и попались о максик тактик палечка нашел маленького такого же как и ты да смотри действительно палечочек а там вот я когда нагнулся еще обнаружил какой-то с каштановой головушкой думаю тоже палечочек так и есть но этот уже все погиб под навалой червей просто здесь обнаружил полянку палечку увидел период за ножку ухты такой еще толстоногий да мощная старая сосна до максим да ладно и что же там а что у них красные шляпы а нет действительно были подосиновики ну там они уже пропали максим они вымерзли смотри это целая семейка было или это польские были они уже потемнели так что их не узнать пропали жаль ты нашел но они уже погибли мы другие грибочки сейчас будем еще искать мне кажется это беляш ну или не знаю что это не понимаю а был когда-то смотри какой не дождался пока катюшка там наслаждаются своими находками беляшовыми я тоже не плашаю вот из муха по классике торчит этот удивительный красивый гриб гиграфор он очень ароматные кстати нюхал очень мне нравится как пахнет а тут же рядышком и зеленушечка еще выткнулась это зеленушечка красивая она песочек на себя не набрала друзья радость какая я рыжик нашел идите сюда смотрите как он растет вот он показал свое ушко рыженькие смотри какой красивый максимка видишь он весь как в кому на пушках таких очень красивый смотри это рыжечек видишь беляшота конечно несравненные да тут кстати рядовки серенькие попадаются гиграфор чеки и зеленые рядовочки я вот действительно допустил ошибку в прошлом видео не беря вот эти прекрасные грибочки серые рядовки мышата они чище и даже благороднее чем зеленухи как по мне на них нету столько песка вот прекрасная представительница серушечка и чистенькая и высокая и тут опушка а на опушке серушки кать он там дальше тоже есть хочешь возьми да а то зеленушка максик да маме отдай какой-то тут заброшенный лагерь но не лагерь а домик ага смотрите что не встречался какой красавчик так а кто это у нас тут интересненько о так это же поляки посмотрите как интересно они все срослись обалдеть смотрите как интересно шляпки себя ведут ну что ты максимка голодный уже максик да и я голодный ну и мы не сдаем все и находим красиво и мы сейчас будем уже глянь как а вот я нашел ух ты так посмотри как прикольно а большие очень красиво а большие под мохом они а ну куда а ты увидел кодовочки фиолетовая зеленая и серая ну разве что это не прекрасно гиграфор поздний эти грибы я начинаю для себя открывать оказывается в любую пору года можно найти в лесу что-то хорошее посмотрите сколько мы их набрали съедобных грибов за нашу прогулочку непродолжительную зима близко друзья но мы не расстраиваемся потому как надолго с вами прощаться не собираемся но пока мы говорим до свидания до новых встреч просим поставить вашу реакцию под видео и оставить комментарий пока поехали индик мы сквободили индик шиги добры мы индик чатка помогали индика за квесты мало и гусак почаствует индики огонь и мы умничка мучились все эти и сколько часов мы хотели он поверил в себя и запомнил этот виршик ну да с вас лайк жду завтра хорошие отметки а 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 и а а Продолжение следует...